Я согласился на очень опасную авантюру. Если вы думаете, что если вы делаете ровно то, что я прошу, и я буду счастлив, вы глубоко ошибаетесь. Я теряю всякую надежду. Тебе слов нет уже? Да, слов нет. Сегодня я буду мучить вопросами своего друга, художественного руководителя театра имени Пушкина. Заслуженного артиста России Евгения Писарева. Самый первый вопрос. Что для тебя мюзикл? Ну, наверное, все-таки для меня мюзикл, как для человека, работающего в драматическом театре, поэтому для меня, наверное, мюзикл все-таки это какой-то побег в какой-то мир грез, значит, может быть, в какую-то сказку, в праздник, романтику и так далее. Я понимаю, что мюзикл гораздо шире, но, ну, так сказать, по вопросам, которые может затрагивать вообще, так сказать, по всему. Но дело в том, что все проблемные вопросы мне легче решать в драматическом театре. И у меня больше для этого инструментария, что называется. А мюзикл все-таки я... Это не значит, что я только таким, если я занимаюсь мюзиклом, что я занимаюсь только таким, но мечтал бы я, конечно, все-таки о мюзикле праздничном. И мюзикл для меня в первую очередь праздник. Для тебя. Это я так сразу перепрыгиваю. Кто все-таки в процессе, именно исключительно по-твоему, когда ты работаешь в музыкальном театре? Актер, режиссер или материал? Надо обязательно вот это одного кого-то выбрать, да? Дайте два. Да все важно, но, наверное, для меня вообще материал всегда определяющий, что ли. Ну да. Наверное. Наверное, как... От выбора материала... Ну, как говорят, что хороший сценарий, это уже там сколько-то процентов фильма. Хотя это не так, не всегда. Но, конечно, я думаю, что материал в данном случае, потому что материал мюзикла – это не только текст, но это уже и вся музыкальная составляющая. И поэтому, ну, наверное, если надо выбирать, то, наверное, материал. Можно ли туда влезать? Ну, на уровне «теперь входите, теперь сходитесь» я не считаю, что это внедрение. Ну, как, так сказать, какое-то... Я сейчас вот делал мазепу, и там тоже «дай отдохнуть коням». Выходят люди в современной одежде, значит, с какими-то автоматами, рядом разбитый... Это уже в третьем акте. В третьем акте, да, разбитый автобус в сегодняшнее время, и вдруг они «дай отдохнуть коням». Вот. И мы сначала придумывали, каким образом, что там такое, так сказать, «дай дух перевести», «дай там что-то...» И так укладывали на музыку, потом я все это посмотрел, посмотрел и сказал, «не надо, это условность». Но нормальные люди понимают, что это написано все равно «дай отдохнуть». И нормально никто никаких... Мне кажется, что это определенная условность. Можно вполне петь «дай отдохнуть коням», а быть в современной одежде и так далее. Ну, либо-то надо все переписывать, потому что ты коснешься одной фразы, второй фразы. В этом смысле... Вот, например, английский театр. Ведь ставят Шекспира и говорят шекспировским текстом, староанглийским, а ставят очень современные, я бы сказал, очень актуальные модные спектакли, не переделывая при этом текст. Мне вот такая традиция ближе, что ли. Потому что мы понимаем, что это стилизация. Можно взять классическую пьесу и поставить ее... Вот я сделал «Свадьбу Фигера», например, я перенес все действия в Большом театре в 50-е годы 20-го века. Но они поют, тем не менее, все, что написано у Моцарта. Есть такой вариант, есть такой. Но это не называется вторгаться, это называется написать альтернативную пьесу. Это не является вторгаться. Можно поставить Шекспира современно, можно написать адаптацию сегодняшнюю. Это будет новая пьеса. Это просто не надо... Когда половинчатые меры, тогда, мне кажется, это не нашим, не вашим. Это называется не вторгаться, а приглашать драматурга или поэта, который по мотивам этой пьесы или, скажем, выделяя в ней какие-то необходимые режиссеру акценты, может это переписать. Но я бы не называл это вторгаться. Я бы называл это... Прорабатывать материал? Прорабатывать материал, да. Если говорить... Ну, вот еще спектакль, скажем, Карамазовый у Богомолова, это спектакль, где нет ни одного слова, не Достоевского. А спектакль «Идеальный муж» — это нет ни одного слова у Альда. И это разные подходы. А вот если начинать сидеть на двух стульях, мне кажется, вот это всегда такая позиция уязвимая. Если говорить о конях и Женин Бифигаро, и вообще... Конях каких? Конях, передохнуть коням. А, Господи. Там очень красиво. Я думал, и коньках-горбунках же, конях. И нет, и коньках-горбунках, и нет, я говорю о конях, которые вот эти очень красивые в Большом театре появляются. Твой, ну, почти, по-моему, постоянный соавтор. Да, почти. Зиной Марголин, художник, постановщик. Какова роль режиссера в именно визуальном воплощении спектакля? Насколько вот сразу приносит и говорит, а вот будет так? Или наоборот, вы мучаясь что-то придумываете? Нет, мы... Я уже про это не раз говорил, но с Зиновием работать очень интересно. Ну, поначалу было довольно непривычно, но именно когда я понял систему эту, мне стало и легче в какой-то степени, и я понял, что такое работать действительно с художником. Потому что в какой-то момент при первой работе с Зиновием я ему сказал, значит, надо так. Вот здесь стеночка, вот здесь дверь, вот здесь окошечко будет, вот здесь будут выходить, вот здесь это, вот здесь будет опускаться. Что-то он на меня так смотрел, он сказал, зачем тебе художник? Ты все уже вот, все нарисовал. Возьми, кто тебе все это нарисует, что ты... И он мне сказал, расскажи мне, про что ты хочешь, о чем ты хочешь говорить со зрителем, как ты собираешься это решать, что ты... какой месседж ты, и так далее, и так далее. И Зиновию, например, Маргольну нужно, чтобы я ему посвятил достаточно много времени для того, чтобы я рассказал. Я изначально рассказывал так очень много, все равно в представлении моем, какая должна быть декорация. И Зиновий почти всегда после этого что-то приносит, что поначалу, ну, никаким образом не соединяется с тем, что я ему так долго, подробно и включенно рассказывал. И это и называется сотворчество. Потому что для меня Зиновий, и вообще художник для меня, такая же история, в общем-то, происходила у меня и с Николаем Симоновым, с которым я делал шахматы. И это и называется сотворчество. Я идеологически, содержательно, что ли, могу, так сказать, обработать художника и включиться в эту работу, настроить его, да. Но художественное решение все равно предлагает художник. В данном случае Зиновий Марголин. Ну, у нас были случаи, когда мы не угадывали. У нас были случаи, когда его принос совершенно меня не устраивал, например. Но иногда я понимал, что это совсем не то, но мое восприятие этого материала ложится на его восприятие этого материала, и что-то вместе начинает происходить интересное. Поэтому мне с ним работать очень интересно. Не скучно никогда. И не знаешь, действительно, чего ожидать. И он, конечно, большой художник. Для меня вообще процесс вот такого сотворчества очень важен. Точно так же я, ну, может быть, в меньшей степени это не такая основополагающая, а иногда основополагающая вещь, я работаю и с художниками по костюмам, и с композиторами, если музыка специально пишется там и так далее. Потому что, конечно, есть представление, что режиссер – это тот человек, который может и музыку напеть, какую он хочет, и костюмы прикинуть, как он себе это представляет. Я могу, как сказать, сказать направление, могу сказать временной отрезок, я могу сказать цветовую гамму, я могу что-то такое направить. Но все равно, если это будет так, как я и хотел, это на самом деле тебя никогда не удовлетворит в результате. Это вот то же самое я говорю артистам. Если вы думаете, что если вы делаете ровно то, что я прошу, и я буду счастлив, вы глубоко ошибаетесь. Потому что вот я его что просил, вот ровно то он и сделал. И это очень скучно. А если ты сделал то, но что ты еще привнес от себя, что ты еще рассказал мне, о чем даже я не догадываюсь, ну вот тогда это действительно настоящая творческая работа. Как говорили хорошие артисты, я знаю о роли все, все, что рассказал мне режиссер, и еще одну маленькую вещь, которую не знает даже режиссер. И тогда возникает какое-то чудо. Сотворчество. Ну, сотворчество, соудивление, необходимость возбуждать на это творчество друг друга. Потому что мне совершенно неинтересно приходить и говорить, так, ты пять шагов сюда, ты семь шагов здесь, ты вот так здесь, я, несмотря на то, что я в прошлом актер, а актеров в прошлом не бывает, как ты понимаешь, я, в общем, достаточно мало показываю артистом. Я не режиссер-показыватель. Ну, только когда уже я теряю всякую надежду. Тогда слов нет уже. Когда слов нет, и ничего не идет от артиста, я тогда уже бегу, показываю, и тут вообще, я понимаю, что полный стопор, потому что показываю, я все равно лучше, чем все они могут сыграть. Ну, показываю, а не играю. Скажи, а как... Вот ты говоришь о «мы», наш спектакль, нам, если особенно говорим о музыкальном театре. А у тебя часто появляются новые люди в команде? И вообще, как стать частью твоей команды? Каким образом это происходит? Ну, у меня не часто появляются новые люди в команде. я привыкаю к людям, я боюсь, наверное, каких-то вот... Может быть, даже не столько творческих, сколько человеческих несовпадений. Потому что для меня все-таки важно, чтобы мы человеческие все друг друга слышали. Но иногда это происходит просто вот потому, что так или иначе, скажем, Зиновий Марголин вдруг поздно возникает работа, а он, например, говорит, что делать мне, я не могу делать с тобой мюзикл «Шахматы», потому что я уже подписался с Алексеем Франдетти на сказку о царе Салтане. Ну, конечно, я внутренне... преодолеваю это. Очень в этот момент люблю Алексея Франдетти и Зиновия тоже. Но это дает мне возможность попробовать что-то совершенно другое и очень интересный опыт работы с Николаем Симоновым, художником прекрасным, с которым я работал когда-то давно. И вот на новом этапе там через 15 лет встретиться тоже очень интересно. И с Марией Даниловой, там, да, с художником по костюму. То есть для меня это... Для меня это как раз всегда... Но сам я к этому не стремлюсь. Сам я все-таки пытаюсь сохранить свою команду. Но иногда воруют художников, хореографов и так далее. И что делать? Приходится знакомиться с новыми людьми. А какова роль зрителя для режиссера? Вот то есть, ну, допустим, понимаешь, я всегда так как-то с опаской отношусь к режиссеру, когда он говорит, а мне не важен зритель. Мне не важно, как он. Лукавство. Абсолютно лукавство. Я, когда работал помощником Олега Павловича Табакова во МХАТе, то я должен был следить за спектаклями. Ну, это довольно скучно и невыносимо. И поэтому я чаще следил за зрителем. А еще чаще я следил за режиссерами, которые смотрят свои спектакли. И вот, не буду называть фамилии, но те самые режиссеры, работавшие во МХАТе, которые говорили, вообще не важен зритель, мы работаем не для зрителей и так далее. Они во время спектаклей только и смотрели, как реагируют зрители, как они включены, не включены, скучают, плачут, смеются и так далее. А некоторые только смотрели на зрителей. Поэтому это все, я в этот момент понял, что абсолютное лукавство или это необходимый, так сказать, способ, метод для работы с артистами. Мы работаем все равно для зрителя, мы без зрителя ничто, и поэтому никакой онлайн, который некоторые так успешно осваивали, он все равно не заменит живого театра и живого зрителя и смысла вообще занятия театром. Потому что, если люди очень увлечены онлайном, ну, тогда логичнее снимать кино, и это все равно больше возможностей и больше качества и так далее, и так далее. А театр останется театром и зритель в нем занимает очень важную роль. Я не думаю, так сказать, я не то, что сижу и думаю, как зритель будет реагировать вот на то или иное, но я очень люблю этот момент первой встречи со зрителем, потому что, особенно жанровые спектакли, зритель их дальше режиссирует вместе с тобой. И это иногда тебе может не нравиться, потому что ты вот считал, что это проходное, а зритель на это как раз реагирует. Ты считал, что это очень важно, а зритель заскучал. Ну, и так далее. Но не учитывать это и не любить зрителя, мне кажется, нельзя. А уж в жанре мюзикла, ну, это зрительский жанр, это жанр для зрителей. Не купили билеты в нет спектаклей. Да, конечно, конечно. Это коммерческий театр в любом случае. Но даже, я сейчас скажу по-другому, что, ну, конечно, важно, как музыкальная критика оценит и так далее, но в драматическом театре это иногда спасает еще, так сказать, зрители не хотят это смотреть, но фестивали активно продвигают этот спектакль как новое слово в театре, дают премии и так далее. В музыкальном театре это практически невозможно. Там все решает зритель. Насколько это вот нужно зрителю. У меня был, кстати, интересный опыт. Я был в жюри «Золотой маски» в прошлом году, в этом году, точнее. Ну, судил позапрошлый год, соответственно. И мне из-за болезни не удалось посмотреть гастрольный вариант в Москве, в «Геликоне», когда они играли «Сильву», «Королеву Чардыша», «Королеву Чардыша», спектакль «Белова». И когда я потом общался с членами жюри и общался вообще с людьми, которые были, у них были очень разные мнения. И при том, что, наверное, был какой-то внешний успех, но как-то все... Я поехал через какое-то время смотреть спектакль в Екатеринбурге, потому что надо было посмотреть. И там спектакль не мог не понравиться, потому что прием был такой зрительский, соединение зала и сцены было такое, что, более того, когда подпевали героям Сильвы «Красотки, красотки», в том числе, но самое интересное, что подпевали новому тексту, которым стал Алексей Игоревич Ивашенко, и который, в общем-то, ну, значит, чтобы его знать, надо было несколько раз уже приходить на этот спектакль. И я понял, что этого спектакля, может, мне что-то там и не подошло, но я был в абсолютном... в ауре абсолютного обожания и абсолютного успеха. И когда я приехал, я сказал, ребята, я не очень понимаю, какие претензии, что вы предъявляете такому любимому спектаклю. И все. И получил он, это вообще даже неважно, там что-то получил, стал он там главным призером или нет. Это неважно, это спектакль успешный, который живет и будет жить еще долго. Скажи, пожалуйста, еще два вопроса, потому что мы-то болтать, мне кажется, можем вечно. Театр Пушкина, в нем много музыки, много музыкальных спектаклей. Будут ли какие-то еще музыкальные спектакли на этой сцене или на сцене филиала? Вопрос с подвохом. Как это, чтобы мне написал редактор? С тем я, как это, с тем и работаем. Планируется, Алексей, в начале следующего сезона музыкальный спектакль, не пою с этого слова, все-таки мюзикл, хоть и такого интересного формата, так сказать, может быть, не очень традиционного, для нас не очень традиционного, для... В общем, постановка спектакля «Воробей и ангел», правильно я говорю? Постановка Алексея Франдетти. Вот. Ну, больше я говорить пока ничего не буду. Это планы, но уже, так сказать, определенно утвержденные и которые, я надеюсь, ничто не помешает, никакая, никакие пятые, седьмая волна, там, я не знаю, что нас ждет, впереди не помешает воплотить эти планы. Так что музыкальные спектакли в театре Пушкина были, есть и будут. Есть еще какие-то дальние мысли и планы, но пока озвучу только это. Тогда о своих планах. Вот. Музыкальных? Да, именно музыкальных. Я согласился на очень опасную авантюру. Ну, не авантюру, нет. Евгений Витальевич Миронов в Театре нации предложили мне поставить мюзикл Кабаре. С одной стороны, это, конечно, мечта, наверное, любого режиссера, и моя в том числе, и, наконец, я буду делать что-то, ну, что действительно интересно и хочется сделать. С другой стороны, страшно, потому что, как ставить шахматы или как ставить мазепу, никто не знает. Сравнивать не с чем. А Кабаре, даже те, кто мюзикл сильно не знают и вообще не любят сам жанр, вот тут все уже все видели, все все знают, как это должно быть. Лайзу, Лампочки. Ну, да, Лампочки, Лайзе Миннелли, значит, и так далее, и так далее. Ну, и потом, вообще постановок было много, много постановок, и очень много было удачных, успешных. Алексей Борисович Франдетти поставил в прошлом году, опять же, в Новосибирске. Очень хороший спектакль, который я видел, даже специально летал смотреть. И это тоже не облегчает мою жизнь. И, конечно, то, что это будет происходить не на музыкальной площадке какой-то, не в МДМ, там, не в Оперетине, а это будет происходить на сцене, ну, такого важного для нашей страны, вообще, и очень знакового театра наций, конечно, накладывает еще большую ответственность. Вот я вот пытаюсь как-то от этой ответственности все-таки надо подходить даже к такому серьезному и знаковому мюзиклу, как Кабаре, надо все равно подходить к мюзиклу с определенной долей, ну, если не легкомыслия, то легкого дыхания какого-то. Пока на меня все это вот очень давит, ну, как только у меня, я думаю, определится точно творческая команда и кастинг произойдет, я думаю, что я, так сказать, расправлю уже плечи и надеюсь, что буду с удовольствием над этим работать. Сейчас я всегда боюсь говорить про про будущее, но так как права уже приобретены, назад дороги нет. И это какой-то год, у меня еще такой год впереди, страшно об этом говорить, но в следующем году грядет какая-то цифра, пугающая меня. Да, Алексей, все очень быстро летит, все уже. Молодой режиссер, возглавивший театр Пушкина 12 лет назад, в 38 лет уже, приближается страшный дать. И я подумал, что это тоже как-то символично, что я вот думал, а что мне поставить в год моего, ну, не собираюсь я особенно праздновать, но думаю, поставить я что-то должен вот важное для себя. И вот Евгений Витальевич с этим предложением. И поэтому мюзикл «Кабаре». Это очень круто. Мне прям дико интересно посмотреть. Между прочим, в переводе Алексея Борисовича Франдетти, я очень в этом смысле надеюсь на его помощь, и она уже происходит. Знаешь, как мне говорил Олег Павлович Табаков, я, конечно, с ним не равняюсь, он мне все время говорил, там, я говорю, Олег Павлович, вы столько для меня сделали. Он говорил, да, 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 да. Не надо мне, спасибо, просто помни, что долги нужно возвращать. Вот. Поэтому когда-то я тоже, в общем, помог Алексею Франдетти. И просто помог. Я считаю, что благодаря тебе и тому спектаклю, который мы вместе сделали, режиссу Генри, да, ну, то есть, я состоялся как режиссер. Ну, если можно вообще сказать, что я состоялся как режиссер, хотелось бы в это верить. Состоялся, состоялся. Вот. И это было вместе, И теперь я тоже тебя приглашаю в театр уже не как молодого режиссера, который там делает какие-то, а как уже мастера жанра, может быть, даже первого в нашей стране. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо, Леша. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok